Здравствуйте! С вами информационно-аналитический сайт Альтернатива и я, его главный редактор Андрей Важер. Обыденность утомляет, особенно если она украинская, поэтому мудрые люди придумали праздники, особенно остро. Потребность в праздниках проявляется там, где праздновать нечего. Тогда праздники проводятся с особой мастер-винением. Сегодня мы поговорим о главном празднике Украины, ее глубоком дне независимости. Вот как это было. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Прошу прощения, небольшая техническая накладка. Вот здесь подлинный праздник. ПЕСНЯ Воистину, не ту страну назвали анчурией. У украинских праздников есть, странная особенность. Они почему-то практически всегда напоминают похороны. Вот, к примеру, украинская верхушка торжественно возлагает цветы к памятнику пророка украинской нации Тараса Шевченко. Это только мне кажется, что они пафосно несут гроб. Слушайтесь в сопровождающую данный процесс ненавыку и осмотритесь в скорбные лица. Но чем не похороны? Только не совсем понятно, кого они хоронят. Свой режим или Украину? Что меня больше всего позабавило в нынешнем дне независимости? Натужные попытки украинского телевидения создать иллюзию массовости и радостности данного мероприятия. Мол, все украинские граждане не спали, не ели, готовились к великому святу, а потом миллионными толпами вывалили на улицы городов в экстазе ликования. К примеру, вот эта девочка заявила об огромном количестве украинцев, которые пришли на этот великий праздник целыми семьями в вышиванках и веночках. Я так понимаю, ее текст писали заранее, не особо волнуюсь относительно его соответствия реальной действительности. Таковы особенности нынешней украинской журналистики. Раз сценарии написали великой килькистей в вышиванках и веночках, значит так оно и есть. А что мы видим за спиной этой барышни? Мы видим немногочисленных участников военного парада. Ленточку, которая отделяет пространство зрителя от парадного пространства и пустоту. Где огромное количество украинцев? О чем оно вообще бредит? Мне что, не верить своим глазам? Там стоит толпа патриотически настроенных зрителей в вышиванках? Очевидно, огромное количество людей на дне независимости могут увидеть лишь неистовые украинские патриоты в припадке эйфории. Но ведь не у всех возникает видение на почве патриотического психоза. Давайте посмотрим на праздничный Майдан и Крещатик с высоты птичьего полета. Благо канал Украина-112 запустил свой дрон. Обратите внимание на тротуар возле главпочтампа со стороны Крещатика. Много там собралось людей. Обратите внимание на тротуары с противоположной стороны, которые упираются в улицу Архитектора Городецкого. Вы видите там величезную килькость украинцев в вышиванках? Пустота. Точно такая же пустота, как и возле ЦУМа, где балаболка со 112 канала с восторгом рассказывала об огромном количестве людей, и вышившихся праздновать в Элыке Свято. А здесь можно посмотреть, какие огромные толпы народа ломятся к эпицентру событий. Это центральный вход в ЦУМ. Он находится в 500 метрах от Майдана. Нетрудно заметить, что Крещатик в сторону Майдана не забит людьми. Точно так же, как и улица Богдана Хмельницкого. Где лягующие толпы патриотов? Все предельно обыденно. А здесь можно рассмотреть тротуар Крещатика за шеренгами людей, которые стоят вдоль дороги. Публика стоит в три ряда. Сзади свободное пространство. Тротуар людьми не занят. Нетрудно заметить, что толпы восторженных патриотов его не заполонили. В пустом пространстве стремительно двигаются одиночные пешеходы. Столпотворения нет. Забавно. В стране празднуют самый главный праздник. И на этом празднике почетных гостей, обслуживающего персонала и участников парада в разы больше, чем зрителей. Интересно. Сукс патриотов. Это не смущает? Впрочем, я не исключаю, что их зрение позволяет им рассмотреть миллионы ликующих граждан, надетых в вышиванки, плотно забивших центр Киева. С их станется. Они уже давно видят то, чего нет, и не видят того, что есть. Такова специфика украинского патриотизма. Понятное дело, что эпическое действие надо разбавить индивидуальным ликованием маленьких украинцев. Поэтому уже знакомая нам журналистка, чуть ли не подскакивая от восторга, берет интервью у случайных зрителей великого свята. Доброго ранку вам! Как ваш настрой? Скажите, пожалуйста. Патриотический слава Украине. Красно. Почему такой настрой? Это великий праздник в нашей стране. Я гость здесь, хотя я украинка. И вот приехала полюбоваться вообще. А покажите, я бачу, вы взягнули сегодня украинский атрибут. Покажите, пожалуйста. Да. Это вы купили или вышивали? Нет, это мне подарил дедушка, когда мне было 15 лет. Этой вышиванке 40 лет. Я ее одеваю всегда, когда приезжаю. А я из Москвы приехала. А покажите, пожалуйста, маникюр я тоже бачу, у вас патриотичный. Да, пожалуйста. Сами малювали? Да, как могла. Но малювала, да. Забавно. Это великий праздник в нашей стране. А сама из Москвы приехала. Барышня очень любит Украину. Вышиванки, до независимости, желто-блокитные цвета. Но жить при этом предпочитают в стране агрессори. Цветок получается с оттенком укропатриотической шизофреничности. Неистово любим свободную, богатую, процветающую европейскую Украину. Но жить предпочитаем в рабской, нищей, отсталой азиатской России. А почему? Впрочем, я понимаю, барышня. На хрена Казима я? Впечатлил сам парад. Наблюдая его, не смог сдержать улыбку. Современной боевой бронированной техники нет. Бравые танкисты идут пешком. Устрашающие ракетные установки, способные уничтожить цели на любой высоте, тоже отсутствуют. На них даже не намекают. Боевые самолеты-вертолеты в красивом строю не пролетают. Видимо, поэтому я не заметил летчиков. Зато в город прошли матросы. Матросы есть, а фото нет. Ничего нет. Есть только несколько тысяч мужиков, наряженных в военную форму. И все. У этих бравых генералов и офицеров грудь в блестящих звенящих висюльках. А за что им их дали? За какие битвы? В каких сражениях побеждала украинская армия? Может, их наградили за артиллерийские обстрелы городов Донбасса? За убитых бойцами ВСУ женщин, стариков и детей? Или, быть может, их наградили за те котлы, где в кровавой мясорубке были перемолоты десятки тысяч солдат и офицеров украинской армии вместе с так называемыми добровольческими батальонами? Ораторы свята хорохорятся, надувают щеки, бьют у барабаны. Но мы-то знаем, что случилось не так давно с их воинами света на Донбассе. Но вспоминать об этом нельзя, дабы не подрывать боевой дух пушечного мяса. Вишенкой на торте украинского дна независимости в этот раз оказались представители иностранных армий. В том смысле, что получился полнейший идеологический перекосяк. Судя по всему, стратеги на Банковой, как всегда, что-то недодумали. Что должны были продемонстрировать заграничные военные? Очевидно то, что самая сильная на континенте армия, три года сдерживающая русские орды, не в состоянии обеспечить защиту собственной территории? Или то, что украинское руководство уже готово к иностранной оккупации? Когда-то Центральная Рада позвала на Украину немецкую оккупационную армию, а Петлюра отдал Польше всю Западную Украину. Лично меня все это немного настораживает. А может, иностранный сапог, топчущий асфальт Крещатика, должен показать мощь иностранных хозяев Украины или союзников? Впрочем, сейчас отличить украинских хозяев от союзников трудно. Я не знаю, кто придумал присутствие иностранцев на военном параде. Но их вид напрочь дискредитировал миф украинской пропаганды о мощи военных союзников Украины. Это маршируют канадцы. Всем известно, что канадская армия очень грозная и выиграла огромную массу кровопролитных войн. Идет уже 20 бойцов. Это непобедимая эстонская армия. Всем известно, что эстонцы просто звери в бою. Маршируют четыре бойца. Похоже, Эстония ради Украины оголила оборону своей границы с Россией. Вот он, удобный момент для агрессии. А это представители мощнейшей грузинской армии, которая в 2008 году так стремительно отступала из Осетии, что не смогла остановиться даже в Тбилиси. Британцы. 15 человек и волынка, очевидно, для устрашения. А это грозные латвийцы. Они как эстонцы в количестве четырех человек, но зато с саблей. Еще три, очевидно, остались в Латвии для сдерживания России. А вот литовцы не подкачали. Прислали аж 20 бойцов. Примерно в таком же виде и количестве по Крещатику отшагали молдаване, поляки, американцы и семь румын с флагом. Больше всего понравились американцы. В связи с тем, что они шли без ремней, напомнили пленных немцев, которых когда-то с позором прогнали по улицам Москвы. Судя по всему, эта непреодолимая военная мощь по задуму организаторов должна вызвать в Москве дикий страх на грани паники. Самая сильная на континенте армия, да еще в союзе с ее западными союзниками выглядит просто непобедима. Чтобы это понять, надо лишь сравнить сие киевское представление с теми военными парадами, которые проводит Россия в День Победы. Истинно познаются в сравнении. Уважаемые граждане России! Поздравляю вас с Днем Победы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Можно еще долго продолжать, но зачем? Разница между военными парадами разительная, не правда ли? Тут даже комментировать не надо. Только полный идиоз, сравнив их, не сможет сделать правильный вывод и будет дальше вещать об украинской непобедимости. Похоже, в Киеве хотели как лучше, а получился очередной цирк на дроте. Когда на все это смотришь, невольно возникает тягостное недоумение. Украинская военная мощь похожа на натужную жабье раздувание. Мол, раздуемся сейчас и испугаем кого-нибудь, быть может. А я смотрю на это и думаю, не лопнут ли от напряга? Мне, кстати говоря, раздувшуюся жабу напоминает и украинский президент. Он все время хочет казаться больше, чем он есть на самом деле. Особенно это проявляется в его публичных выступлениях. Они пропитаны театральным пафосом, угрожающими намеками и сказочными обещаниями. Ура! Довольно! Дурачит народ. Дурачит народ обещаниями. Пора взяться за дело. Предстоит большая работа. Мы воздвигнем институт высшей математики. В стране откроются бесплатные душевые. Каждый житель Анчурии будет иметь собственный граммофон. Но сегодня на рассвете из столицы бежал бывший президент республики. Негодяй. Марионетка и авантюрист. Марионетка и авантюрист. Мира Флорес. Мира Флорес. Он бежал с аквояжем, в котором находится все состояние республики. Он увез с аквояж и танцовщицу Изабеллу. Я призываю всех патриотов поймать это чудовище в образе гориллы и вернуть народу все состояние республики. Опять переношу свои извинения за техническую накладку. Это президентское выступление 2014 года. А в этом году спич гаранта был целиком и полностью посвящен тяжелой борьбе за светлое будущее. Сперва пан президент рассказал о прямой самотверженной борьбе с Москвой за евроинтеграцию. На 26-му році незалежності ми успішно завершили боротьбу за ратифікацію угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Щоби заблокувати цей процес, Москва доклала ще більше зусиль, ніж свого часу до зриву підписання самого договору. Затем президент України вновь поведав о той дороге, по которой якобы йде європейська нація под його руководством. А дорога у нас одна – широкий євроатлантичний автобанк, який веде до членства в Європейському Союзі та членствий в НАТО. Не забыл он і про священний для кожного українця безвіз. На 26-му році незалежності на цьому шляху ми зруйнували візову завісу. Не обшлась і безрадостна мисля об окончательному разрыві со страшной імперії зла, которая мучила і терзала українців веками. Угода про ассоціяцію і безвіз – це те, що є переконливим свідоцтвом про наш остаточний де-факто і де-юре розрив з імперії. Ну а далі Порошенко прийнявся розказувати о російській гібридній агресії, которая виновата во всіх бідах України, і адських русських, які продовжують винашувати свої страшні плани проти ставшої на путь блістящого європейського розвитку України. Ми не знаємо, що в голові у того, хто сидить за поребрами і посилає для нас тих, про яких сам каже – їх там немає. Найменше, чого хоче Росія, так це є успішною Україною. Речі, вона взагалі ніякої України не сприймає. І тому в кремлівських лабораторіях то Новоросію видумають, то як зовсім нещодавно проголосили Малоросію. Ну що на це скажеш? Нехай собі, як знають, божеволюють, конають, а нам своє робити. Дальше було дуже багато пафосного і пустого бла-бла-бла о тому, які прекрасні і самоотвердженні патриоти живуть на Україні. І якогое світлое будущее її ожідає. Слугає його, у мене відникало ощущення, що Порошенко празднує не День Независимости, а начало і сам факт наличия антитеррористичної оперції. І про Орду втирала, і в минуті молчання молчала, і знамена склоняла, і надрывні хорарні стони слушала. Ну що інтересно, в день 26-й годовщини существування України її президент і словом не обмолвився о великих достижениях її незалежного существування. А почему? Какие личні достижения Порошенко на президентському посту? Какие достижения незалежності в целом? Що именно празднує? На що потрачено 26 лет жизни миллионов людей? Где то, ради чого вони терпят такі лишення, страдання і іспытання? Ради чого кров і смерть десятков тисяч людей? Ради чого разрушена страна? Хорошо ли начали жить украінці после правозглашения самостійності? Що вони создали за 26 лет в своєй страні? Стала ли она більш процветаючий і щастливий після того, як вырлась із русской неволи? Якова тепер Україна? Що она тепер? Райський уголок, малыш. Здесь нет воскресенья. Здесь нет квартирной платы. Здесь нет беспокойства. Нет суеты. Вообще тут ничего нет. То есть нет промышленности, нет денег в казне, нет медицины, нет образования, нет дорог, нет профессиональных чиновников, нет совести, нет чести, нет достоинства, нет ума и нет никакого будущего. Ничего нет. Зато есть жадный и глупый подлый президент, есть ненасытная сфора его прихлебателей, есть правящая елита, дрожащими руками допиливающая страну, есть тьма продажных журналистов, обслуживающих власть. Есть ложь, подлость, предательство, кровь. А еще есть идея того, что скоро все изменится к лучшему, что надо лишь поменять главного кондитера на кого-то, кто лучше его. Необыкновенная страна Украины. Необыкновенная страна Анчурия. Один президент бежит по джунглям с казной, другой сидит в столице без казны, вооруженные силы приведены в готовность, а жизнь идет сама собой, будто ничего и не случилось. Ты считаешь это легкомыслием? Нет, это просто привычка. Видишь ли, в Анчурии президенты менялись чаще, чем погода. Поэтому приход очередного правителя к власти отмечали с наименьшими затратами. Экономный ритуал. Получалось забавно. Меняли весьма существенную деталь, а смысл оставался все тот же. Смысл действительно, вот уже 26 лет остается все тот же. У меня на сегодня все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова